Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня я расскажу вам как настроить майнинг ферму с нуля. Сразу давайте договоримся, что подробное видео о том как собрать майнинг ферму я уже делал, ссылка на него будет в описании. Также сразу скажу, что в видео я постараюсь остановиться именно на важных моментах и нюансах и пропущу ответы на то, что вы легко можете найти в интернете самостоятельно, просто погуглив. Также постарайтесь дослушать видео до конца, ибо самое интересное про то, как сделать запуск майнера, чтобы он перезагружался при ошибках и вы не теряли бабло в простое, я расскажу в самом конце. Итак, поехали. Про установку операционной системы на ферму мы говорить не будем. Установка винды на ферму не отличается ничем от установки ее на обычный компьютер. Скажу лишь следующее, я бы советовал ставить семерку, ну на крайняк десятку. Почему семерку? Тут все просто. Стабильная, не глючная, ведь софт и дрова на нее обычно есть, минус лишь при установке на платформу на сокете 1151 и на сокете AM4. То есть это новые платформы, соответственно им нужны драйвера на USB 3.0. Без них ни USB мышь, ни USB клавиатура работать у вас не будут. Если вы обладатель такой системы и не хотите морочить себе мозг, то ставьте сразу десятку. Если хотите заморочиться, то логично, что если USB порты не работают, то либо используйте мыши клавиатуры на старом разъеме PC пополам, если он у вас имеется, и соответственно устанавливаете дрова на USB с их помощью. Либо же качаете установщик винды с официального сайта и прошиваете его драйверами на USB 3.0. Подробные ссылки на то, как все это делается, я оставлю в описании. После установки Windows мы ставим все драйвера. Подключать к фирме DVD привод смысла на самом деле мало, потому что вы его не будете пользоваться. Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы перекинуть все драйвера с диска, ведущего с вашей материнской платой, на какую-то флешку. Ну или вы можете скачать их с официального сайта. Для этого достаточно вбить точное название материнской платы в Google, зайти на сайт производителя и скачать все драйвера. Это также лучше сделать заранее, ибо не факт, что после установки Windows у вас будут установлены драйвера на сетевую плату. А без нее доступа в интернет у фирмы вашей не будет. И скачать соответственно вы ничего не сможете. Чаще всего первое, что вам потребуется, это драйвера на чипсет, на сеть, то есть на сетевую плату. Ну и конечно же драйвера на видеокарту. Их можно скачать как с сайта Nvidia, так и с сайта AMD. Зависит от того, какие у вас карточки. Проверить все ли вы установили, можно также достаточно просто. Вы жмете правой кнопкой мыши по папке компьютер, свойства, открываете диспетчер устройств. Если нет устройств выделенных желтым, значит все круто. Если есть, то вы ищите какие драйвера вы еще не установили, на какие устройства. Так например, мне отдельно пришлось ставить драйвера на беспроводной Wi-Fi адаптер, который я установил. А также я понял, что я поставил не все драйвера на чипсет. Там было два файла, которые нужно было ставить, один следом за другим. И я забыл про один из них. Далее, когда драйвера на все устройства установлены, я советую вам зайти в центр обновления Windows и сразу поставить все обновления. Дабы залатать все дыры, исправить существующие косяки в старой версии и прочее, прочее, прочее. То есть, соответственно, залатать все, что только можно. В следующий этап мы ставим программу удаленного управления. Вы спросите, зачем же она нужна? Но на самом деле все просто. Обычно ферму ставят где-то в гараже или на даче, ехать за 35 километров, чтобы что-то поправить. А смысла, как вы понимаете, нету. Даже если ферма стоит на балконе, то переться туда зимой в трусах как-то очень даже холодно. А с помощью удаленки вы сможете управлять своей фермой с любого другого ПК. Программ для удаленного доступа масса. Я лично предпочитаю RMS, но есть и иные программы, типа Амиадмин, Аэроадмина и так далее. Но функционал у них, как по мне, слишком маленький. Только будьте, пожалуйста, внимательны и качайте прогу с официального сайта. Ссылка будет также в описании, ибо на базе данной программы было сделано очень много вирусного контента. А я не хочу, чтобы вы что-то подцепили. На ферму вы ставите файл хостер.ms, то есть, соответственно, хозяин. А на компьютер, который будет подключаться к ней, ставите вьювер, то есть просмотрщик, который позволяет управлять фермой. Подключение производится по номеру ID и, соответственно, введению пароля. То есть, грубо говоря, вы звоните по номеру телефона и подтверждаете, что это вы. А вот, ссылку на подробную инструкцию, как все это сделать, я оставлю в описании. Тут останавливаться мы не будем. После того, как удаленка настроена, от фермы можно отключить монитор с клавиатурой и мышкой. И, соответственно, заняться настройкой удаленно. Сразу хочу сказать, друзья, что разбор того, как разгонять видеокарточки, как снижать их энергопотребление, мы проведем в отдельном видео, где я буду рассказывать все о разгоне видеокарт, как для майнинга, так и для игр. Поэтому на этом сегодня останавливаться не будем. Теперь нам нужно настроить кошелек и наш майнер, чтобы уже начать получать какой-то доход. И тут есть два подхода. Простой и сложный. Простой это NiceHashMiner. Сложный это пулы. Если вы не хотите париться, то ставьте себе NiceHashMiner. То есть уже готовую программу для майнинга любой валюты, любым вашим устройством, то есть видеокартой или процессором. А для этого мы идем на сайт NiceHashMiner, регистрируемся и затем скачиваем программу для него. Ссылка будет в описании. Программа простая. Настройку ее поймет даже ребенок. Она сама найдет ваши видеокарты и начнет майнить то, что наиболее выгодно. Нужно лишь указать и ваш кошелек и нажать на одну кнопочку. Причем кошелек будет дан вам при регистрации. Теперь вам насчет капают деньги в долларах или в биткоинах. То есть все очень быстро, наглядно и просто. Вы спросите, ну а зачем же второй способ, если в первом все так просто? Все дело в том, что NiceHashMiner потому и прост, что по факту не является бесплатным. Во всяком случае считается, что часть мощностей NiceHashMiner забирает себе. По моим личным впечатлениям это так и есть. Моя ферма на пуле дает примерно 1500-1540 солов в секунду. На NiceHash она давала максимум 1500 солов, ну плюс небольшие копейки, то есть минус 30-40 солов как с куста. Так что плюсы NiceHash это простота, выбор самой эффективной валюты, ну и конечно же получение дохода сразу в биткоинах. Ну хотя плюс-то или минус решать вам. Минус соответственно чуть менее прозрачный доход по сравнению с пулом. Как же у нас обстоят дела с пулами? Тут все несколько сложнее, ибо настраивать работу программ вам придется самому. Причем настраивать под каждую валюту в отдельности. Ну и зато доходы ваши будут более прозрачными. Итак, для начала мы идем и регистрируем себе кошелек. Для этого мы заходим на сайт Криптонатор, хотя подобных сайтов масса. После простой регистрации вы получите возможность создавать кошелек для любой валюты буквально в два щелчка. Какую валюту майнить вопрос спорный. На зеленых обычно майни от эфира или зекэш, в некоторых случаях манера, в зависимости от карты. Ну на красных соответственно обычный эфир. К слову, чтобы определить, что майнить, можно использовать либо калькулятор типа WhatToMine, либо опять-таки можно использоваться NiceHashMiner, в котором есть встроенный бенчмарк для проверки профита на разных валютах. Ну да ладно, определились вы с валютой, тут уже каждый выбирает то, что ему нравится. Теперь определяемся с пулом. Пулов много, я лично пользовался только FlyPool, он поддерживает майнинг как эфира, так и зекэша. И как по мне, для новичка его более чем достаточно. Регистрация тут не требуется, то есть вы идете на часть сайта, посвященную нужной вам валюте. В нашем случае это будет зекэш, буду показывать на его примере. А тут есть список майнеров под разные операционные системы и разные карты, то есть NVIDIA или AMD. Но нас интересуют Windows и NVIDIA. Находим тут ссылки на скачивание. Сразу скажу, что качайте с обменника Mega, так как Google забанил ссылки на майнеры. То есть он считает это вирусным контентом, то есть нежелательным контентом. Плюс будьте готовы, что начнет орать ваш антивирусник, ибо майнеры относятся к условно нежелательному программному обеспечению, то есть на них реагирует антивирь. Поэтому заранее либо выключите его, либо добавьте файлы в исключение. Сам пул советует нам пользоваться батником, то есть бат файлом. Файлом с разрешением бат в конце, который создается с помощью обычного блокнота, точно так же редактируется. Просто вы вписываете туда нужный адрес пула, адрес вашего кошелька и майните себе валюту. Если, друзья, вы все-таки решите пользоваться батником, то вы создаете его ярлык. Затем вы нажимаете клавиши Win plus R. У вас открывается строка выполнить. Туда вы пишете Shell Startup, то есть соответственно у вас откроется папка автозагрузки. Туда вам и нужно скинуть ярлык батника, и теперь при старте Windows у вас он будет автоматически загружаться. Но мы пойдем более долгим, но зато более правильным путем. Дело в том, что многие считают, что сделал батник, запустил его, кинул в автозагрузку и все. Ферма стоит майнит, а если отключается свет, то при включении начинает майнить снова. Красивая сказка про розовых единорогов, а на самом деле все по-другому. На деле, если у вас слетели драйвера на видеокарту, а это бывает раз в день, а то и чаще, то майнинг у вас не прекращается, но вы получаете 0 солей в секунду. При этом все работает, жрет электричество, но денег вы не получаете. Как же этого избежать, спросите вы. На самом деле способ немой, сразу скажу. Подробно вы можете изучить его по ссылке в описании. Его предложил некий Quad64. Итак, что же мы делаем, чтобы избежать вот этих проблем с окрашением драйверов видеокарты? Мы будем пользоваться планировщиком заданий Windows. Первое, что мы делаем, это событие, согласно которому через 2 минуты после запуска вашего ПК и входа в систему, у нас будет стартовать майнер с нашими параметрами, то есть с нашим адресом пула и нашим кошельком. Для этого мы идем в панель управления, администрирования, планировщик событий, или же пользуемся другим способом, то есть зажимаем на клавиатуре клавиши Windows плюс R и вбиваем task schd.msc, то есть это опять-таки планировщик заданий, только по-другому его вызываем. А в нем мы создаем задачу, название любое, у меня будет допустим включатель, затем ставим триггер, то есть при каком условии все это будет работать, нам нужно выбрать при входе в систему и указать, чтобы старт майнера начинался через 2 минуты. Но пока там Windows загрузится, все программы запустятся, тот же MSI AutoBurner многие пользуют, чтобы ничего не зависло, мы соответственно подождем 2 минуты. Во вкладке действия мы указываем запустить программу и выбираем наш майнер.exe, то есть тот файл, который мы в принципе скачали до этого. А в строке добавить атрибуты мы вписываем следующую строчку. Ее можно взять на сайте пула, только обратите внимание, что строчку мы берем без слова майнер. Также она будет в описании к видео. Здесь у нас два атрибута, которые нужно вписать самому. Это адрес пула и кошелек .ric, то есть адрес пула у нас указан на сайте пула, мы берем европейский, потому что он для нас ближе, ну или китайский, для кого ближе Китай. Адрес кошелька тот, который регистрировали на криптонаторе. Rig это просто название вашего майнера, то есть любое слово на латинице. Кто-то там называет rig1, rig2, rig3, кто-то называет там гигабайт или еще что-то. Между адресом кошелька и rig ставится точка, то есть на это также обратите внимание, в примере будет указан мой адрес, соответственно мой rig, который вы можете потом заменить на свой. Далее жмем далее, далее готово. Вот и все, у нас готово событие, которое через 2 минуты после старта ПК запустит наш майнер. Теперь мы создадим 2 дополнительных события, которые при ошибке, а нас в первую очередь интересует ошибка, связанная с падением дров, будут убивать наш майнер и возрождать его снова, то есть запускать его снова. Как же системе понять, когда убить, а когда помиловать? Если вы откроете журнал событий и зайдете во вкладку «Система», то увидите, что после каждой ошибки дров видеокарты будет появляться событие с источником nvld.dm.km, это то есть с нашей драйвера NVIDIA, и кодом события 13, то есть это ошибка наших дров видеокарты. Что мы делаем? Мы создаем задачу в качестве триггера, мы выбираем при событии, и указываем в строке «Журнал» значение «Система», то есть тот журнал, который мы минуту назад смотрели. В строчке «Источник» мы указываем вот эти вот самые драйвера – nvld.dm.km. Код события также указываем 13. В качестве действия мы выбираем «Запустить программу», а в поле «Программа» или «Сценарий» мы пишем «Task Kill», то есть «Убить задачу». В строке «Добавить атрибуты» мы прописываем вот эту строку, то есть «//f//im», и дальше пишем «Miner.exe». В закладке «Параметры» мы убираем галочку с пункта «Оставить задачу, выполняемую дольше». В итоге наш майнер будет убиваться после появления такой записи в журнале. То есть когда у нас рушатся драйвера, у нас записывается что-то в журнал, и срабатывает сразу наш триггер, и срабатывает наша задача, которая убивает наш майнер. Далее мы делаем еще одну задачу, которая будет воскрешать наш майнер. В качестве триггера мы выбираем все то же самое, то есть «При событии», и указываем в строке «Журнал» значение «Система», в строке «Источник» также наши драйвера NVIDIA, и код события также 13. И также указываем, чтобы отложить эту задачу примерно на одну-две минуты, чтобы драйвера у вас успели, скажем так, перезапуститься, то есть чтобы у нас одна задача не накладывалась на другую. В качестве действия мы выбираем «Запустить программу», в поле «Программа» или «Сценарий» мы выбираем «Путь к майнеру». В строке «Добавить атрибуты» прописываем ту же строчку, что я вам показывал ранее. В закладке «Параметры» мы также убираем галочку с пункта «Останавливать задачу, выполняемую дольше». В итоге через одну-две минуты после ошибки у нас майнер, который мы убили предыдущей задачей, он у нас снова запустится. И вот и все, друзья. То же самое желательно сделать для еще одной ошибки. Это вариант, когда драйвер у нас умер и перезапустился достаточно быстро, то есть майнинг при этом остановился, но в журнале появилась запись не 13, а 4101. Источником будет не наши драйвера, а видеокарты NVLD, DMKM, а дисплей. Хрен редки не слаще, и данная ошибка также пустит весь наш майнинг коту под хвост. Соответственно, от данной ошибки нам также нужно защититься. Соответственно, мы создаем такие же две задачи на убийство и на, соответственно, воскрешение. Нашего майнера, но в источнике и в коде мы указываем уже не NVLD, DMKM, а дисплей. И не 13, а 4101. Все остальное остается точно так же. То есть, когда у нас будет возникать и такая ошибка, у нас также будет перезапуск майнера. И все будет хорошо. Если у вас будут появляться в дальнейшем новые ошибки, то также через журнал системы мониторим, что происходило с компьютером. И прописываем на этот случай убийство и перезапуск майнера. Настройки для других программ фактически делаются аналогично. Также настраиваются эфиры и иные валюты. То есть, здесь я останавливаться не буду, додумайте уже сами. Если не додумаете, зададите вопросы в комментариях. Ну и напоследок, я советую перезагружать ферму два раза в сутки. Для этого опять-таки волшебные клавиши Win plus R. И вписываем CMD. То есть, открывается командная строка. Там мы пишем следующее. То есть, это перезагрузка фермы каждый день в определенное время. Время вы пишете самостоятельно в начале данной строчки. И, соответственно, выбираете его по своему усмотрению. That's all folks. Вот и все, друзья. Что мы имеем после всех этих действий? Мы имеем ферму, которая сама стартует майнинг после, соответственно, загрузки. Если что-то идет не так, она перезагружает майнер. Также вы можете мониторить ее по удаленке и проверять, все ли в порядке, или все пошло как-то не так. Вот как-то так, друзья. Если видео вам понравилось и было для вас интересным, информативным, то подпишитесь на канал, не поленитесь нажать лайк. Но если хотите поддержать проект, то можете чутка помайнить для меня. Ссылка на мой кошелек, она будет в описании к видео. Всем еще раз удачи, друзья. И до новых встреч.